далее давайте рассмотрим вот этот цикл вот он выполняет тело цикла до тех пор пока вот это условие будет true то есть другими словами цикл do while или просто while он выполняется до тех пор пока какое-то условие которое возвращает булево значение возвращает значение true это напоминает то что человек вышел стадион например он говорит я буду бегать пока не начнется дождь то есть вот это условие дождя нету он бегает как только начинает идти дождь все это условие перестает выполняться и перестает бегать но если мы хотим запрограммировать такой цикл где спортсмен будет бегать именно пять кругов например или ровно 15 кругов по человеку ходит я буду бегать ровно 15 кругов неважно идет дождь или не идет это уже не по условию а вот когда мы создаем вот эти циклы while и которые по суставе то есть теоретически он мы не знаю сколько раз он будет выполнять он будет выполняться до тех пор пока вот это условие будет true а как только это условие перестает быть true и и начинает возвращать false он выходит из цикла циклы for для чего нужны циклы for циклы for что нужны чтобы указать вот именно объявить какой-то индекс указать какой именно важно еще отметить что в котлене если мы напишем в котлен классы вот и создадим дуай вот код будет примерно то же самое то есть там точно так же пишем ключевое слово до открываем фигурные скобки пишем while а пишем условия то и синтаксис не меняется ну за каким-то спецификами за исключением каких-то специфических особенностей например вот точку запятой можно не ставить и объявляйте вот здесь без ключевого слова так все остальное то же самое и в то же самое вот точно такой же синтаксис котлене единственное отметить что в цикл for которым сейчас будем изучать он есть только в джаве в котлене его нету давайте создадим новый пакет для нашего цикла это будет уже урок 18 по синтаксису языка java kotlin языка java kotlin и цикл for давайте здесь в этом цикле теперь создадим новый класс это будет java класс демонстрация цикла for и создадим точку входа в нашу программу паблик стать будет мэйн и свин нажимаем горячий клавишин создает полистать и кует мэйн и все теперь можно создавать смело цикл смотрите когда мы пишем фо он уже сразу подсказывает что цикл for нам создавать нажимаем табуляцию открываются скобки вот в этих скобках три параметра которые поделены между собой вот так вот . запятой во первых нам надо объявить какую-то переменную int и и проинициализировать его каким-то значением вот эта переменная будет индекс который показывает сколько вот итераций произвел произвели было произведено в этом цикле сам его можно также объявить вне цикла тогда здесь будет просто инициализация но обычно так никто не делает обычно сразу же инициализирует внутри цикла какой-то переменную которая будет доступна только в теле цикла то есть за пределами вот этого цикла нам не нужен вот этот индекс который показывает сколько итераций итерации происходят после каждой итерации как минимум одна итерация произойдет проверяется условие цикла то есть мы например какую-то итерацию проводим и увеличиваем и на единичку мы проверяем теперь какое-то условие и должно быть меньше например 5 я сказал меньше и меньше 5 вот такой условий проверяется а если она выполняется с цикл будет еще раз выполняться то есть и увеличится еще на единичку то есть вот тут вот то что внутри от этого блока тело цикла а будет выполняться до тех пор после каждой итерации пока будет проверяться и верно вот это условие и если верно то есть вот это увеличение можно не проводить в теле цикла а делать вот тут здесь и увеличиваем на единичку после каждого цикла вот такой очень удобный цикл фо и он нам показывать теперь вот тело цикла вот здесь будет выполняться от нуля вот этому индексу до 5 получается до 0 нумерация если начинается с нуля это один два три 4 5 до 5 4 всего с учетом нуля будет 5 итераций давайте выведем это на печать нажмем сайт система пинт лайн и просто напечатаем и запускаем наш код и смотрим результат то есть как что произошло смотрим а как вот этот ролик здесь появился открываем цикл фото то есть он вполне сверху вниз а тело цикла вот это поток вот этот цикл он его будет выполнять до тех пор пока вот это выполняется цикл как понять пока выполняется цикл то есть что мы проинициализировали и индекс который будет от увеличиваться на единичку после каждой итерации написали инструкцию которая будет выполняться после каждой итерации этот индекс будет увеличиваться не на единичку это инкремент напоминаю это то же самое что и вот мы написали и равняется и плюс 1 Ну, чтобы так не делать, просто пишут и плюс-плюс. Вот. Далее, после каждой итерации проявляется определенное условие. И должно быть меньше 5. То есть, произошла одна итерация, 0. Мы проверяем и меньше 5, да, верно, и увеличиваем и на единичку. Здесь уже и уже единичка. Опять выполняем тело цикла. Что мы с этой единичкой делаем? Выводим на печать. Вот она произошла. Единичка распечаталась. Далее проверяется единичка меньше 5, верно, и единичку увеличиваем на единичку. Что делаем? Единичка уже становится двойкой. Это индекс и содержится уже цифру 2. Что делаем? Опять тело цикла выполняется. Выводится на печать вот эта двойка. Вот она мы видим. Двойка сравнивается с пятеркой. 2 меньше чем 5, верно. Тело цикла надо выполнить еще раз. И увеличиваем на единичку, и опять распечатываем, получается тройка. И так далее. Распечатывается, получается, четвертка. Четверка сравнивается с пятеркой. Увеличивается на единичку. Распечатывается. И после уже увеличения на 1, после каждой итерации, вот эта инструкция должна выполняться. Была 4, увеличили на единичку, получилось 5. Сравниваем. И меньше 5. Не выполняется. Все, вот это тело цикла не выполняется. И мы выходим из цикла, идет и выполняется и дальше инструкции. В нашем случае ничего нету, поэтому программа завершает свое выполнение. Ну, теперь, это если 5, давайте теперь поставим 10, чтобы от 0 до 10 включительно было. Сделаем вот так. То есть, ну, видим, да, он дошел до 4, но до пятерки не дошел, потому что здесь строгое неравенство было. И вышел из цикла. Чтобы было 5 включительно, мы делаем равенство не строгим. То есть, меньше либо равно 10. И вам теперь такое задание. Посчитайте просто сумму цифр, сумму чисел от 0 до 10. Возможное решение. Надеюсь, вы догадали, что нужно, во-первых, для суммы этой создать отдельную переменную вне этого цикла. То есть, эта сумма будет вне цикла. По умолчанию ставим 0, помечаем, что там нету никаких значений. И что? Вот эта сумма должна теперь увеличиваться с каждой итерацией. То есть, мы будем считать сумму чисел от 0 до 10. Эти числа попеременно будут заноситься в этот индекс. И нам остается только просуммировать. Сумма равняется. Вот эта сумма плюс вот это вот число. Ну, я уже говорил, чтобы вот так два раза не повторяться. То есть, в программировании это очень плохой тон, когда что-то повторяется много раз. Просто пишем плюс равно и. Это вот то же самое, что и вот мы писали. Сумма равняется сумма плюс и. Все. И в итоге, и в конце нам надо теперь рассчитать эту сумму. Мы же рассчитали. То есть, он будет заходить в цикл. Перебирать все числа от 0 до 10. И суммировать их, заносить в эту переменную. Эта перемена будет увеличиваться на каждое это число. Теперь давайте просто выведем результат, что the sum of numbers из 0 до 10, из. И вот сюда давайте вставим вот в эту нашу сумму. Рассчитаем все числа от 0 до 10. Получаем вот такое решение. Сумма чисел от 0 до 10 является 55. То есть, все числа от 0 до 10 по перемену заносятся вот сюда в тело цикла. Заносятся в этот индекс, в этом цикле. И они все увеличивают вот эту переменную сумму на свое количество, которое хранится там внутри. А там хранится от 0 до 10. Вот такой вот результат мы получаем. Надеюсь, у вас тоже получилось вот это значение 55. Молодцы, кто справился с этим заданием. Кто не справился, пересмотрите этот урок. И увидимся в следующих уроках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok